уважаемые друзья добрый день кристос воскресе связался я с украины хотел вас проинформировать конечно различная информация везде и всюду во всех средствах масс информации передают каждый по-своему я связался с одессой связался с другими городами с киевом и хочу поделиться своим полным недоумением действительно вчера одесса исканно еврейский русский город 8 человек действительно погибал 8 человек среди них трехмесячный ребенок спрашиваю что вы сейчас делаете ничего все никакого праздника бомбят но сегодня же сегодня же россияне я честно скажу после вчерашнего сегодняшнего разговора вчера вечером жена меня посылала в церковь я никогда не ходил еще в детстве ходил когда мама была я был пацаном и мама меня за собой таскала но вот внутренний голос меня не пускает не пускает меня в церковь не могу объясню почему меня такое представление что все люди которые живут на нашей земле молятся ходят церковь пусть бог меня простит но я скажу что говорит мой внутренний голос ходят молятся креститься ходят молятся креститься россия христиане православная церковь вчера перед этой ночью и президент россии и его окружение все пошли в церковь и путина обязательно крутили по телевидению показывали не только российскому народу и показывали всему миру что президент россии верит в бога он пришел церковь он пришел к богу и тут же его его народ заряжает установки град и на этих снарядах пишут христос воскресе и посылают такое поздравление украинскому народу и как мы видим это послание убивает обычных людей не было бы обидно если бы это в бою вооруженные люди на открытом поле схватка идет но когда убивают мирных людей которые вчера люди расслабились надеюсь что у россиян действительно в душе есть бог накануне этого великого праздника эти люди хотя бы на один день будут рядом с богом оказывается нету там в россии никакого бога нет там никакой веры это все чистейший обман коммунисты в свое время когда была октябрьская революция я с историей все читаю вспоминаю разрушали и уничтожали церковь все помнят эту историю жгли церкви у меня такое ощущение вот за эти два месяца сегодня ровно два месяца как православная россия верующая в бога начала убивать соседа о каком боге там может быть эти речи вообще там нет никакого бога мне такое ощущение что бог вообще отвернулся от россии это просто самая ненавистная нация наверное сегодня во всем мире и вот они в этот день в этот день казалось бы ну должно какое-то быть у человека где-то в душе особое чувство когда нужно остановиться но этот день россиян не остановил люди расслабились вот мне вчера вечером рассказывать были уверены жители украины что россияне не будут бомбить украину кто-то принимал ванну кто-то готовился кто-то как обычно к этому дню на кухне сидели вот мне рассказывать и в это время в это время то есть вы представьте себе вот я жене сегодня говорил представь себе вот мы с тобой сидим да кушаем и в это время в дом влетает ракета и взрываются погибают люди в этот день и когда я слушаю главного священника россии сегодня специально послушал как он красиво объясняет лапшу вешает на уши пускай меня Бог накажет я не боюсь лапшу вешает россиянам которые пришли в церковь в платочках матери сыновья которых на войне убивают мирных граждан и все они крестятся друзья я верю в том что есть всевышний но я не верю людям которые сегодня в россии молятся а а что они просят у бога когда они лицемерят церкви женщины матери россии которые посылают своих сыновей убивать соседа соседа убивать грабить насиловать уничтожать вот простите наверняка каждый из нас когда говорит о таком великом жизни человека задумывается и я вот себя представил на месте бога что бы он делал глядя сверху на такое паскудное общество как человек что бы он что бы я сделал как бы я наказывал ведь столько противоречий столько непонятий в этой жизни негодяи сволочи подонки живут жрут икру яхты богатство а бедные люди голодные дети живут в страхе в нищете и при этом им патриарх московский говорит о боге оправдывает не призывает президента россии к прекращению войны ничего подобного я не услышал когда смотрел его обращение к гражданам ничего я только услышал одно и я понял что патриарх кирилл московский российский сия руси как угодно призывал людей к смирению то есть все что творит человек на этой земле нужно воспринимать это смиренно смиренно я не видел и не слышал чтобы московский патриарх самый главный поп священник обратился к путину с просьбой остановить войну с просьбой прекратить убивать мирных людей детей самое страшное когда взрослые дяди убивают маленьких детей для меня это самое страшное преступление которое совершает человек как я могу после всего этого что я сегодня вижу то что я сегодня ощущаю как я могу это все воспринимать смиренно у меня внутри только ненависть ярость которую я еле сдерживаю не хочу выливать ее наружу и честно скажу меня это пугает я могу себе представить что у украинцев сейчас творится в душе в сердце у этих солдат которые защищают свой дом свой народ у которых детей убило убили российские войска у которых жен изнасиловали у которых убили матерей и родителей вы можете себе представить как что творится у этих мужиков внутри это страшно это страшно состояние а патриарх морсковский так красиво объясняет людям все что все что происходит в жизни человека это должно происходить я очень надеялся что сегодняшний день сегодня великий день как говорят люди это великий день великий день чего чего великий день того бардака который творит человек на этой земле ни одно существо живое в мире в этом на этой земле на этой планете не убивает себе подобных как это делает человек ни одно живое живое существо то что делает человек вот я и спрашиваю бога зачем зачем боженька ты сотворил такую мразь как человек как человек я бога хочу спросить а в чем виноват этот трехмесячный ребенок живое существо у каждой матери заложено каждой матери заложено такое особое чувство природы бог так ее сделал есть такое понятие самопожертвование она ради ребенка отдаст свою жизнь отдаст свою честь на поругание ради своего ребенка и священник митрополит московский призывает с этим смириться это все проглотить что делает человек я вам передаю просто внутреннее содержание того эмоционального разговора что я слушал по телефону и только что я сейчас переговорил вышел из дома еду на работу отвлечься покормлю кошек своих и никак у меня не выходит с головы как и почему я как бывший военный поражен этим лицемерием который сегодня происходит в россии сколько я учился в школе училище в институте служил в политоделе всегда говорили что 9 мая это была была великая отечественная война нам не говорили что это вторая мировая война это говорили всегда и в истории что это великая отечественная война где советский народ то есть украинцы русские грузины армяне и молдаване все кто жили и живут на постсоветском пространстве воевали против фашизма нам всегда показывали фильмы рассказывали как фашисты насиловали как фашисты жгли деревни сжигали людей убивали мирных мирное население это нам так всегда преподавали но мне никогда в голову никогда не даже бывает такое что мысль какая-то дурная придет но даже дурной этой мысли не было что когда-нибудь российский русский советский народ будет повторять то же самое что делали фашисты немецкие фашисты никогда я вчера разговаривал со своим тренером тренер который меня мне заменил отца который меня воспитывал и вот он старшин на 15 лет и вот он мне вчера сказал такую мысль даже он до сих пор не может воспринять то что сейчас происходит то что сейчас творит россия не может просто это проглотить переварить невозможно что это возможно такое вообще было быть и вот оно что сегодня свершилось и все что сейчас Путин это не только Путин сегодня совершает преступление не сам Путин а сам российский народ это кто солдаты нажимают кнопки запускают ракетные установки нажимают на спусковой крючок автомат это российские дети сегодня за штурвалом танков БМП и другой техники заезжают в соседние государства в соседний дом и все сжигают уничтожают и расстреливают и самое главное эти русские дети они сегодня уничтожают русские города стреляют запускают ракеты и бомбят русские города Одесса она никогда не была украинским городом Одесса Харьков Мариуполь Ужгород это же Херсон это все русские там как у Молдови русскоязычных так и в этих городах украинцы и они об этом что разве не знают эти дети российских матерей они не знают что они творят что происходит сегодня в России вообще с народом я не хочу говорить о Путине я спрашиваю народ потому что Путина сделали граждане они его породили как Гитлеров в свое время в Германии его тоже породил немецкий народ и Путина породил российский народ который восхищается не носит на руках что произошло вообще с российским народом сегодня и они даже на Пасху даже на Пасху они не слышат наверное Бога потому что Бог их покинул я так думаю что Бог сегодня Россию покинул потому что там нет веры никакой веры нет там сатана как говорят в Библии но там Бога нет видать Россию сегодня захватил сатана и сатана управляет этим народом и этот народ поддается этому религиозному манипулятору который управляет он уселся в церкви и управляет под видом Бога нету там никакого Бога в России нету он ушел я наверное сделал бы то же самое коль я вас сотворил а вы живете не по моим законам то я вас оставляю и сами погибаете я не знаю может быть я не прав но я так чувствую как возможно я вспоминаю чему мы учили солдат мы их всегда заставляли выучить одну самую главную основу любого военного человека солдата это защищать свою родину от врага мы никогда не говорили что мы пойдем на кого-то наступать мы говорили что мы должны защищать свой народ своих украинцев русских не важно народ свой от врага и враг предполагался это фашист не важно какой итальянский немецкий фашист меня учили я учил и убеждал что мы учимся воевать учимся убивать убивать врага который нападет на наш дом и мы будем ценой своей жизни защищать своих матерей своих жен своих детей так меня учила советская армия так мы учили но то что сегодня происходит это не вписывается в голове не вмещается просто не вмещается россияне сегодня для меня это фашистская страна я путином ни в чем не виню он стал таким как хочет видеть его российский народ это народ действительно варвары я не знаю зачем женские женщины россии рожают детей для чего они рожают детей я никогда не думал что так на это способна мать то есть родить и как мясо отдать его на войну я не представлял что такое возможно вообще не только так не защищает детей как защищает мать я уже сказал ни ни одно существо любое любое пчелка курица львица она жизнь отдаст ради своего ребенка ради своих детей и будет сражаться до конца но российские матери в образе человека у меня такое ощущение что как свиноматки рожают поросят чтобы потом вырастить и сожрать их я не друзья честно вам скажу я решил вот излить то что у меня в душе я просто сегодня слушал и вчера молча слушал что мне говорили с Украиной это просто жутко жутко нет хочу сказать нет это не специально военная операция это обыкновенная война развязанная российским народом против соседней Украине но не может российский народ смириться с тем чтобы сосед рядом жил лучше чем они они не способны на то чтобы сделать свою жизнь лучше они будут жить говне в дерьме будут постоянно под алкоголем пьянствовать тонуть в собственных туалетах но они не могут позволить чтобы кто-то жил лучше них если кто-то говорил сказал о жабе то это только сами россияне придумали это слово жаба души вот у россиян это это свойство по-моему это это основное свойство которое у них при рождении заложено жаба и вот эта жаба и заставляет убивать эта жаба заставляет уничтожать себе подобных людей это обыкновенные обыкновенные россиян российский фашизм да фашизм говорят зародился в Италии потом Германия а вот сегодня мы имеем и наблюдаем фашизм российский это жутко нет бога в россии и вообще внутренний голос меня не пускает церковь потому что там лицемерие человечество очень красиво говорит красивые слова произносят креститься а на самом деле это самое мерзкое существо из живых существ которые создано богом скорее всего это был пробный экземпляр который бог создал я оставил без присмотра вот такая у меня философия друзья жутко я по поводу 9 мая в Молдове считаю что готовится здесь же есть российские подданные в Молдове которые 9 мая у меня есть информация я ее передам что 9 мая Россия готовит бросить сотни сотни российских пацанов потому что 9 мая надо показать российскому народу не просто победу над фашизмом а победу и в войне с Украиной и они не пощадят этих пацанов которые горят в танках которые погибают они не пощадят они будут будут мобилизовать все что шевелится все на войну чтобы продемонстрировать 9 мая и это задача Путина победу огромную победу тогда и победу сегодня они это планируют и что касается в Молдове наши политики которые служат Кремлю и вы знаете кто они готовят под этой ленточкой мерзкий мерзкий план не верят они абсолютно в Бога и у них только один интерес они не жалеют людей которых тащат на эти протесты на эти митинги абсолютно не жалеют для них важно достичь политической цели и они получили указание с Москвы дестабилизировать ситуацию в Молдове и создать перспективу для свержения нынешней власти и поменять вот вот какая задача сегодня есть у этих приспечников российских преступников которые сегодня совершают преступления против украинского народа и эти приспечники которые в Молдове находятся готовят 9 мая вот такую операцию чтобы это все знали и сейчас в Молдове опасность больше представляет вот эта политическая в кавычках элита пророссийская в Молдове вот это есть опасность самая большая опасность не то что там пугают вот пройдут не пропустят украинцы они сдохнут потому что с ними Бог но они не пропустят а вот то что готовят наши предатели пророссийские политики в Молдове готовят к 9 мая это я точно знаю и это все зависит сейчас от людей если вы пойдете тупо не понимая что георгиевская ленточка сегодня это символ фашистской России и вы пойдете за этими молдавскими политиками которые будут провоцировать и дестабилизировать ситуацию в Молдове то вы сами станете соучастниками так же как сегодня соучастниками является российский народ того преступления который Путин совершает против украинского народа вы даже сами не заметите как станете соучастниками как вас втянут возможно и в кровавую бойню в Молдове которую организуют не придут сюда российские войска это организуют чему идет уверенно сегодня Додон Воронин и все его успешники те которые служат за деньги служат российской политике вот чего вы должны опасаться и это все зависит от вас уважаемые друзья уважаемые граждане республики Молдова я вам сказал не полегчало а вы все думаете всем пока всем добра я желаю всем истинной веры а не лицемерия в сердце должен верить Бога каждый в сердце душою поступками в сердце они демонстрируют это в церкви простите может быть я богохульствую но я сказал от души то что я думаю всем пока